Когда я там, она уходит. Когда я ухожу, она приходит. Здарова, братаны! Вы на канале Дьюф Плей, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить... Ретроспективу! Погиняй, совёнка. Погнали! Это вообще возможно? Я прямо чувствовал, как в меня вдыхается жизнь. Мои силы возвращались ко мне. Я? Как? Тихо. Я заткнулся. Через секунд десять я смог нащупать свою грудь. Она была целая! Крови нигде не было! Чудо! Как ты это? Слушай меня. Влад послал за тобой пионера. Он узнал, что я навещал тебя. Теперь нам не сдобрывать. Но каждый из нас обладает тут некими способностями. Я, как оказалось, могу заживлять раны. После турнира я встретился с Владом. Я думал, у меня получится переубедить его, чтобы он не делал ничего с тобой. Но он и слушать меня не захотел. Пионер начал вставать. Иора подошёл и влепил ему ногой по спине. Он воткнул какой-то ржавый кусок металла мне в горло. Ощущения не из приятных, скажу тебе. Он после этого испарился. И я остался лежать на земле и смотреть на небо. Попутно захлебываясь кровью. Он ещё раз пнул пионера, и... А я стал одеваться. Не помню, о чём я молил. Но чего-то я спросил у неба. Спросил у неба. И в тот момент я понял, что крови нет. А я дышу как ни в чем не бывало. Тогда я всё и осознал. Осознал, насколько Влад начинает слабеть. Так что это наш шанс его наказать. Ну а после нашей с ним встречи, я услышал крик Алисы и сорвался. Мы секунду смотрели друг на друга. Алиса. Чёрт! Ты на всякий случай беги в медпункт, а я побегу по примерной траектории, что и она. Встретимся на площади! Мы разминулись. Пионер таки остался там лежать. Я, что есть силы, побежал к Виоле. Ворвался в медпункт и стал вкратце объяснять, что что-то должно случиться и есть жертва. Она сказала взять медицинский ящичек, а сама побежала. Надо отдать ей должное. Бегает она довольно быстро, хоть и на каблуках. На площади была Виола, Юры не было. И Виола над чем-то, над кем-то склонилась. Это была Алиса! Я быстро подбежал и дрожащими руками стал трепать её за плечи. Что случилось? Откуда я знаю? Это я тебя должна спросить? В принципе, ничего ужасного не было. У неё из носа текла кровь и, кажется, она плохо могла нас разглядеть. Алиса! Кто это сделал с тобой? Он... Ей было тяжело говорить. Я её остановил. Ей нужно было отдохнуть. Я и так понял, Акомана. Это было уже слишком. Бить Алису! Мою Алису! Тварь! Внутри была досадная злость. Я даже и себя не могу защитить. Не то что Алису. Виола сказала отнести Алису в медпункт. Я на руках её отнёс. Она будет ночевать здесь. Я всю ночь буду тут дежурить. А ты иди поспи. Наберись сил. Хорошо. Пионер. Да? Накажи того, кто это сделал. И ещё как. Я поцеловал Алису в лоб и пошёл к домику. Завтра. Где бы ты ни был, я тебя найду. Ёбья! Крикнул я в небо. Когда я зашёл в домик, вожатая уже спала. Я лёг на кровать и сразу заснул. Мне около десяти раз снилось, как я душу Влада. Это было чертовски приятно. Я вывел из прекрасных сновидений звон адского будильника. Я взял умывальные принадлежности и побежал умываться. Освежить голову холодной водой — приятное дело. Будто складываешь книги по полкам. Но на это время, через несколько минут... Но это на время. Через несколько минут по голове уже бегали миллионы человечков, которые выкрикивали разные мысли. Одна мне приглянулась — начистить Владу хлебальник. Чем больше я думал о Владе, тем сильнее я представлял удовольствие туда равнонесённых по его лицу. Немного успокоившись, я дошёл до завтрака. Чтобы собраться с мыслями, я сел один и быстро съел гречку с котлетой и запил холодным чаем. Сегодня мне вожатая должна сказать про дискотеку. Виола попросить разбирать лекарства с Леной. Алиса попросить прийти и послушать её игру на гитаре. Но, кажется, этот говнюк не оставил мне выбора. Ах, попадись же ты мне под руку! Я пошёл в медпункт, чтобы проведать Алису. Когда я зашёл, её кормила Виола. «Доброе утро!» — невесело сказал я. «А чего ты такой грустный?» — подмигнула мне Алиса. Похоже, ничто не сломает эту девчонку. «Да, вот. Хотел пригласить одну девочку на танец сегодня. Красивая хоть?» — ехитно спросила она. «Да, очень. Жаль, на дискотеку не пойдёт по причине здоровья». «Какую дискотеку?» Алиса и Виола смотрели на меня удивлённо. Опа, приплыли. Я сильно растерялся. «Разве сегодня не должна была быть дискотека?» «А вдруг изо всех событий её отменили?» «Ну, это всё, Влад, ну, конечно!» «Да так...» «Думал, может, дискотеку устроить?» «А Шурика и электроника за пульта?» «Девочек попросить гирлянды развесить?» «Было бы красиво. И правда, было бы неплохо!» Мечтательно проговорила Виола. «Ладно, я позже ещё приду». Помахав, я вышел. Всё слишком сильно меняется. Только бы это не привело к чему-нибудь ужасному. Теперь нужно ждать семинала. «Ничего не нужно ждать!» Я резко обернулся. Меня раздирала ненависть! Я был готов броситься на него! «Тихо, не быкой! Послушай лучше меня!» «Нет, я хочу... Я не хочу тебя слышать!» «Ты ударил мою Алису!» Я налетел на него, размахнувшись, что истел, бил кулак... Что истел кулаком. Всё было будто в замедленном действии. Но мой кулак прилетел в дерево. «Твоё!» Послышался хруст костей. «Чертовски больно! Настолько больно, что перед глазами посыпалось стекло!» «Слишком медленно, Семён!» Сказал он с ухмылкой. «Да я тебя... Я тебя в клочья порву!» Я потерял... Потирал кулак от боли. Он был красный. На некоторых участках лопнула кожа. «Не бухти!» «Второй удар будешь делать!» «Учти, третий будет мой!» Он вывел правую ногу назад. «Не оставлю тебе такого удовольствия!» Я набросился на него и стал наносить шквальный удар руками попеременно. «Невозможно!» «Он отразил их всех!» «Я же сказал слишком медленно!» «В тебе много злости, но мало концентрации!» «Если ты настолько туп, чтобы это понять, посмотри фильмы с Брюсом Ли!» «Я сказал, что третий удар за мной!» «А я сказал, что не...» «Не успел я договорить!» «Как Влад в два шага оказался нос к носу со мной рядом и со всей дури, по крайней мере, так чувствовалось, влупил мне в живот!» «От такого удара я согнулся, припалав колени и вырвал!» «Жаль, что не на его ботинок!» «Удар был очень сильный, и его кулак дотронулся до моего желудка!» «В глазах потемняло и начало мигать всеми цветами!» «Ну и что? Стоило оно того?» «Обязательно кидаться на всех, не разобравшись!» «Ведёшь себя как халу!» «Стыдно должно быть!» Влад проговорил неожиданно без сарказма это. «У него получается пристыдить!» «Отплевав всё, что просилось снаружи, я поднялся!» «Обить девочек это высокопочётно!» «Нет, это здесь вообще при чём?» Новая волна ненависти одолевала меня. «Ты что, издеваешься? Зачем ты избил Алису?» Процедил я это настолько громко, чтобы услышали только мы, и никто не побежал на шумиху. «Ты чё, совсем дурак?» Сказал он это искренне удивлённо. «В смысле?» Я опешил. Я вчера после турнира пошёл в старый лагерь. «К Юле!» «Меня тут не было!» «Значит, твой посыльный её ударил!» «Ты его подослал!» «Он убить меня хотел!» «Точнее, убил!» Я сорвался на крик. «Он бил меня ножом в грудь!» Я накинулся на Влада и ударил его в челюсть. «Однако он не сдвинулся с места, а кулак болел ужасно и распух, будто дни напролёт бил в толстый слой металла!» «Всё?» «Спокойствия ему не занимать!» «Только жалостный рык вырвался из меня!» «А теперь слушай!» «Я знаю, что ты там себе напридумывал!» «А, я не знаю!» «Но скажу тебе одно!» «Раз ты такой тупой и не смог сам додуматься!» «Пионер появляется только тогда, когда ты с ним не завязываешь отношений!» «Ни с кем не завязываешь отношений, а только ищешь ответы!» «Тебе ли не знать, ветеран Савёнка?» Он улыбнулся. «Верно!» «В его словах была правда!» «Но тут пошло всё по-другому, так что пионер меня особо не удивил!» «Ты говорил с Юрой!» «Он начал как-то печально!» «Теперь понятно, почему ты так меня ненавидишь!» «Он тебе уже рассказал всё, что я сделал тут!» «А он тебе уже рассказал всё, что я сделал тут!» «Я кивнул!» «Тогда ты знаешь, что я всемогущ!» «Я ещё раз, но уже беспомощно кивнул!» «Была!» «Моя воля!» «Я бы давно тебя превратил в такого же, как Толя!» «Или ещё чего хуже!» «Ха-ха-ха!» «Но не сделал этого!» «Ты не можешь этого сделать раньше нашей встречи на сцене!» «Раньше третьего дня!» «Ха-ха-ха!» «Влад начал смеяться!» «От этого смеха у меня заколола по всему телу, как гвоздями!» «Всё-таки ты идиот, Лобаном!» «Чё?» «Забей!» «Неужели ты думаешь, что тут и правда есть какие-то поблажки?» «Сеня, я могу всё!» «Проговорил он серьёзным тоном, отчего мне стало немного не по себе!» «Я твёрд в своих намерениях!» «Но тебя убивать не хочу!» «Как на меня бы тогда смотрела Юля, если бы я убил последнего Семёна?» «Юля!» «Ты её держишь в заперти против её воли?» «Ты сделал из неё получеловека-положивотного?» «У тебя нет на это права!» «Гнев так и разрывал... вырывался из меня!» «Семён!» «Вспомни, чем ты руководствовался!» «Иди сюда спустя столько времени!» «Я присел на крыльцо медпункта и сухо проговорил...» «Я или Влад?» «Он присел...» «А, он!» «Что тебя сюда привело?» «Любовь?» «Любовь всём!» «Вот что поистине ужасная вещь!» «А не то, что ты там себе напридумывал!» «Меня именно и...» «Это и заставило создать Савёна!» «Свой мир!» «Где бы я мог проводить мир с любимым...» «Человек...» «Ком...» «С друзьями столько времени, сколько я захочу!» «Я не хочу жить в нашем мире, Семён!» «Не хочу...» «Как можно жить спокойно в мире, где есть наркоманы, готовые продать семью ради грамма?» «Некрофилы...» «Педофилы...» «Зоофилы...» «Убийца!» «Ни одно животное не...» «Не убивает себе подобного сенья!» «Человеком движет желание!» «Мне никогда не нравился наш мир!» «Я часто грезил о том, как было бы прекрасно иметь свой мир!» «Я проснулся одиноким утром, так же, как и ты, и решил поменять свою жизнь!» «Я поверил в то, что могу жить в своём мире!» «Сеня!» «Мне...» «Меня нет уже несколько лет!» «Я разбился вместе с Юрой в автобусе 410, когда мы возвращались со школы!» «Я выпрямился!» «Конечно, всё, что здесь творится, бред полный!» «Я не могу кому-то рассказать, то бесплатные каникулы пожизненно в жёлтом доме обеспечены!» «На когда ты говоришь с человеком, который умер несколько лет назад...» «После этого я почувствовал, наконец, спокойствие!» «Хотя я долго не мог с этим свериться!» «Но я желал, чтобы у меня был свой мир!» «Никогда не бывал в лагерях!» «Но почему-то мне так хотелось туда!» «Вот и создал в себе свой лагерь!» «Я такой же, как и все эти пионеры!» «Меня нет!» «Но я неотъемлемая часть него!» «И Юлю я не убивал, если ты так думаешь!» «Я вообще сделал ей спасительное переливание крови!» «На секунду мне показалось, что у него слёзы и он закрыл лицо рукой!» «Но он выдерживал чёткий твёрдый голос!» «Она потеряла много крови из этого случая, когда мы лазили по заброшенному зданию старого лагеря!» «Да, именно его она провал...» «Да, именно его!» «Она провалилась и упала со второго этажа на первый!» «Мы с Юрой запаниковали!» «Я выбежал к ней, а у неё нога была пруткнута здоровым штырём!» «Я на руках отнёс её до ближайшей больницы!» «А Юра пошёл рассказывать её родителям о случившемся!» «Вообще не знаю, зачем он там...» «Чего он там тебе налипитал?» «Юра... Юля потеряла много крови!» «Нужно было переливание!» «У меня как раз такая же кровь, как у неё!» «После того дня мы начали встречаться и поклялись в вечной верности!» «Меня завораживало с каждым словом...» «Завораживал с каждым словом этот рассказ!» «Быть может, он не такой плохой, каким кажется?» «Каждый человек когда-то приходит к сложному выбору, который ранит его...» «Или убивает...» «Я стоял с открытым ртом!» «Но это было... так давно!» «Она даже не разговаривает со мной!» «Я прихожу, она уходить!» «Уходит собирать свои чёртовы грибочки или посыпает их сахаром, чтобы они выросли!» «Но она относится ко мне так, будто меня нежит!» «Он сел в позу человека, которому явно уже наплевать на всё, что происходит!» «Интересно, а что это за поза такая?» «Когда я там, она уходит! Когда я ухожу, она приходит!» «Вот так я живу! Если ты думаешь, что мне легко, то ты ошибаешься!» «Я... он поднял на меня серьёзный взгляд!» «Влад очень противоречивый человек!» «Даже если он и неплохой, и преследует благородные цели, то преследует он их любыми способами!» «Причём не самыми гуманными!» «Ну и сейчас я смотрю на него!» «Которые почему-то растут не в ту сторону, как у нормальных людей!» «Немного красные глаза и с синяками под ними!» «Слегка загорелое лицо, хотя на свету оно очень бледное!» «На нём также в разных местах видны шрамы!» «Один на щеке побольше, другой на лбу поменьше!» «Выраженные сколы, пухлые губы, пухлые потрескавшиеся губы!» «А глаза пустые, красивые, непонятно какого цвета!» «К таким людям относится выражение «тону в глазах!» «Да и вообще, у него довольно странный вид, далеко не обычный!» «У него и синевато-фиолетовая!» «Длаза то ли серые, то ли модные, то ли все-таки красные!» «Вкупе и с синяками, но это создает вообще запутанное впечатление!» «Такого человека ты увидишь на улице и забудешь, но если хотя бы присмотришься к нему, то этот образ навсегда забьется гвоздем в голову!» «Хоть и странно говорить такое про парня, но все равно, и его глаза как темная бездна!» «Как все круги ада, откуда слышны крики грешников, тех самых, которых он презирает и ненавидит!» «Я не знаю, что нашло на Юру!» «Возможно, ему стало обидно, что у меня есть девушка, а у него нет!» «Так мы и начали реже общаться!» «Хотя я на него обеда не держал!» «И в тот самый день мы должны были пойти в магазин за подарком Юля!» «Она пригласила самых близких людей, и Юру тоже!» «Но он не хотел идти, у него была трагедия, у него умерла сестра!» «Он сказал, что лучше поедем на автобусе и купим подарок в ближайшем к ее дому магазину!» «Магазине!» «Я послушался!» «Мы сели в автобус!» «А чё там было дальше, мы узнаем уже в следующий раз!» «А сегодня на этом всё!» «Всем спасибо за просмотр!» «И всем пока!» «Магазина Objekла» «Буя» «Магазина Objekла»